Следующей моделью, которую мы посмотрим, будет модель Arfine. Эта модель еще до своего выхода получила достаточно большую известность, потому что как только она вышла, уже очень многие люди спрашивали, даже будет ли выпускаться эта модель в масштабе 54 мм или больше. Но пока студия Маквея не выпускает модели такого масштаба, и Arfine пока будет именно такая, если она вообще будет когда-либо признана в другой версии. Скульптором здесь выступал Яник Хенеба. Если вы знаете модели фирмы Crossbell Infinity, то вам он будет в любом случае знаком, потому что весь Zhuching и весь, ну практически весь, особенно женские модели, NoMath фракции лепил именно, и дизайнером был Яник Хенеба. К ее выходу как раз совпал большой конгресс-выставка моделистов в Англии. Там и историческая, и фэнтези, и научная фантастика. Он называется Салют, в данном случае был Салют 2010. Эта модель, могу сразу вам сказать, заняла первое место в номинации Фэнтези. Ну, естественно, покрас этой модели сделал Элисон Маквей. Вы также это сможете увидеть на сайте студии Маквей. Сейчас я вам покажу саму модель. Модель поставляется тоже достаточно просто. Здесь вы можете заметить опять простейшую подставку. Простейшую подставку и основную диораму, то есть ту, на которую она ставится. Детализация диорамной подставки очень и очень высокая. Тут есть и узоры, и переплетенные корни. То есть зачастую это уже каждый человек сам по себе решает, как он хочет, но в принципе эта подставка может даже и не переделываться, а просто покраситься и быть уже художественным образцом. Сама модель состоит из нескольких деталей. К сожалению, поскольку камера просто этого не совсем позволяет сделать, мы не сможем увидеть, насколько детализировано, особенно вот этот вот пояс, сам узор листьев. В том числе, если совсем уже внимательно присмотреться, мы увидим, что даже на шее есть украшения из пересвитых листьев. Волосы вплетены ветки, то есть модель очень хорошая. И как мы видим, даже если ее сверху смотреть, опять же, она не плоская. Это трехмерная модель. Сама композиция выглядит примерно вот так. То есть она изначально рассчитывалась на вот такую динамическую позу и здесь мы можем увидеть в очень тонкой детализации сам лук, который она держит в руке. А во второй руке идет очень маленькая птица, которая она держит. Так вот сидит. Видимо, это сокол. В принципе, это больше зависит скорее от того, как вы покрасьте или, как вы сами видите, данную модель. Также из деталей мы можем отметить полчан со стрелами. Опять же, очень тонкая детализация и такие же повторения узоров, как и на самой модели. Из всех моделей, которые к нам приходили, которые уже разосланы, я вам могу сказать одно. Качество модели или же расхождения по тому, как она сделана, абсолютно нет. То есть вот эта детализация, мелкие детали, которые есть на модели, например, здесь есть обручи, мелкие пояса и все остальное, что делает данную детализацию, они абсолютно потрясающие. То есть, наверное, одна из лучших моделей лесных эльфов или вообще эльфов. Тут уже, в общем-то, вы сами можете покрасить, как вы хотите, хотя на самом деле, может быть, она и не... Можно ее сделать и не эльфом. Тут нет каких-то особенных эльфийских признаков, кроме самого ее названия. Модели очень хорошие. И опять же, вот если сравнивать их, данная модель, я могу сказать, она точно подойдет, допустим, под игровую систему Fantasy Battle или же под ту же самую, например, Kings of War, потому что масштаб ее как раз более или менее реальный, 28 миллиметров. Но это скорее на глаз, потому что реальная модель немножко выше все-таки. Но для героев, для каких-то моделей, которые выдаются своим видом среди армии, эта модель явно будет очень хорошо смотреться. И даже такая большая база или же какие-то другие дополнительные свойства абсолютно никак не умоляют то, что... И никак не могут изменить то, что эта модель действительно очень и очень красивая. То есть вы увидите здесь очень много текстур и того, что можно сделать. Это, кстати, относится также и к Изабеле, потому что здесь тоже очень много текстур, предположительно, кожи, предположительно, меха, ткани. Есть тонкий ворс, во-первых, есть застежки. То есть все эти модели очень и очень сильно детализированы. И тара, получается, у нее есть, например, вот здесь шрамы. То есть каждая модель, которая выпускается компанией Маквей, они достаточно предназначены для того, чтобы сами по себе являться историей или рассказывать ее. Из всех моделей, что я за последнее время видел, наверное, одни из самых... Это, наверное, одни из самых лучших. Среди эпоксидных моделей, которые я видел, эти модели, наверное, являются лучшими. Потому что качество литья и качество детализации у них, и плюс само изготовление, я не видел пока лучше здесь. Они именно сделаны как модели для коллекционеров. Это прекрасная модель, которая украсит и вашу армию, и вашу коллекцию. Спасибо вам за внимание. Если что, пишите нам. Мы попробуем вам ответить. Расскажем, что и как. Встретимся на нашем форуме. До свидания.